Водолеи и снова здравствуйте! Меня зовут Ева Лехцер, рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео хочу предложить вашему вниманию Тараскоп на август 2018 года. По традиции расклад вам покажет общую атмосферу месяца и события, которые наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам этот месяц. Хочу напомнить, что расклад является для широкой аудитории, он не может проиграться однозначно для всех. Поэтому многим из нас необходимо смотреть Тараскопы не только по знаку своего зодиака, но и по знаку своего асцендента в натальной карте. Поэтому учитывайте, пожалуйста, эти особенности. После часа расслабьтесь, настройтесь на расклад, проговаривайте про себя своими дату рождения для лучшей настройки с арканами. И давайте смотреть, о чем же нам говорят карты. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карты. Так, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Ой, здесь у вас как-то все совсем печально, понимаете. Вы эмоционально раздавлены, вы эмоционально разбиты, потому что десятка мечей указывает на ситуацию завершения чего-либо. Это то, что вы понимаете, так или иначе вам нужно отпустить. Потому что десятка мечей – это карта завершения. Но завершение для вас болезненного или кризисного. Это может быть все, что угодно. Как завершение отношений, как уход с прежней работы на новую. Как, знаете, ситуация, например, переезда, когда вам приходится где-то кого-то создать из своих близких. Вот то, что глубоко у вас ранит вам сердце, знаете, как прибивает вас к земле. Это может быть ситуация предательства со стороны близких людей, либо друзей. Ну, то есть, понимаете, какие-то неожиданные события, которые просто вас разносят в пух и прах. Давайте посмотрим, в какой же сфере жизни это отыграется. Итак, что вас ждет в плане работы? Здесь падает перевернутый суд. Вот перевернутый суд сам по себе – это ситуация кардинальных перемен. В каком плане? То есть, вот после застоя, вот понимаете, что вы никуда не движетесь, это период неразберихи, это период путаницы. Если у вас здесь какие-то с позиции работы судебные разбирательства, то они будут для вас решены негативно. То есть, вы понимаете, что здесь на текущий момент нет никаких перспектив. То есть, вы опустили руки. Потому что карта говорит о том, что, ну, чего бы это, в принципе, не касалось. То есть, если эта ситуация, вы понимаете, что здесь ловить нечего, то не тянетесь с принятием решениям, потому что вам все равно этого не избежат. И промедление для вас может быть, ну, как, грозить вам утратами. Потому что перевернутый суд – это в целом карта каких-то, ну, не знаю, непредалимых трудностей, которые вы понимали, которым шли осознанно, но теперь не знаете, как разрешить. Ну, как вариант. То есть, вы понимаете, что так или иначе предприятие, как вариант, будет закрываться, но вы для этого ничего не делаете. То есть, вы не ищете новую работу, вы все откладываете, откладываете на потом. Это накатывается, как снежный ком. Если вы безработный, вы понимаете, что да, как бы уже туго с финансами, но вы по-прежнему сидите, надеетесь на чудо, либо каким-то образом, что высокооплачиваемая работа придет к вам сама. И не соглашаетесь на меньшее. То есть, здесь ваша задача, здесь какие-то правильные выводы. Если у вас свой бизнес, то пересмотрите. Либо вы бизнес делаете не с теми людьми, либо здесь сам нужен умной подход и ситуация реструктуризации вашего дела. Что вас ожидает в плане финансов? Умеренность. Ну, это, понимаете, ровно, это еще не событие. То есть, все как было, так как есть. Здесь нет ни периода упадков, здесь нет периода больших доходов. Это, знаете, как от получки до получки. Либо вот как был у вас уровень дохода, на том же месте он и остался. То есть, здесь нет ни материальных потерь, ни каких-то финансовых прибыль. Ровно. Ну, то есть, знаете, как вам объяснить. Без каких-то финансовых перепадов. Что вас ожидает в плане здоровья? В плане здоровья восьмерка кубков. Ну, это карта отеков. Здесь могут быть проходить, ну, либо вывихи стопы, либо варикозное расширение вен. Но восьмерка кубков сама по себе не говорит о каких-то кризисных, либо критичных ситуациях. Плюс, по этой карте чаще всего идет ситуация, знаете, как уйти от болезни. В прямом смысле этого слова. И здесь еще очень значимо для вас является эмоциональное состояние. То есть, вы можете эмоционально переживать уход откуда-либо. То есть, из отношений, либо с насиженного места работы, либо, как я говорю, ситуация переезда. Потому что, да, восьмерка кубков – это тоже карта. Либо переезда, либо путешествия, или смены места жительства. Что вас ожидает в плане личной жизни? Здесь у нас падает перевернутый туз кубков. Ну, видимо, понимаете, вот здесь собака порылась. Я вам объясню, почему. Потому что вот по этой карте, вот если вы одиноки, то вы не можете обрести, найти свою вторую половину. Вот знаете, как попадается, все не те и все не то. А если вы таковую нашли, то здесь ситуация ссор, ситуация, знаете, вот чувства утекли. То есть, вы старались, вы вкладывались, а пусто. Либо вы сами разлюбили, либо вы поняли, что вас разлюбили. Потому что это ситуация ссор, ситуация накала страстей и разрывов взаимоотношений. Потому что, знаете, вот разбитую чашку не склеишь. Ну, это, знаете, как с той позиции. Например, если вы в отношениях, и в отношениях в длительный период, но вы понимаете, что вы не готовы к сожительству, либо вы не готовы к браку, то здесь уже эта ситуация не поменяется. Вам просто нужно расставаться с тем человеком и его отпустить. Если на текущий момент одиноки, то да, вот, как я вам сказала, ситуация душевного, эмоционального раздра. И, возможно, именно в августе месяце для вас это будет особенно в тягость. Здесь могут накрыть воспоминания, либо в целом какие-то эмоциональные вот стагнации, что когда уже как задолбало это одиночество, понимаете, в таком контексте. Ну, к сожалению, как есть, да. Ну, и с позиции совета, о чем вам говорят карты, что они вам советуют. Карта вам советует не витать в облаках, не заниматься в этой ситуации, как говорится, выноса себе мозга, потому что перевернутая семерка кубков – это не витание в облаках, это сама по себе, знаете, как совет. Будьте здравыми, рассуждайте здраво, смотрите здраво на вещи. Не витайте в облаках, не витайте в иллюзиях. Снимите вы, наконец-то, розовые очки и посмотрите на ситуацию в ее истинном свете, то есть каковой она является на самом деле. Почему? Потому что, да, семерка кубков – это карта разочарования. То есть когда вы, вы знаете, как трезво уже, посредством не чувств, а именно логического мышления, вы делаете разумный выбор. Это сила воли, это готовность утверждать собственную правоту, настойчиво продвигаться поставленной цели. И, знаете, возможно, у вас будут сожаления по поводу своего выбора. Никто понят, что он неправильный, что для вас это будет болезненно. Но самое главное, чем говорит карта – перестаньте, наконец-то, уже жить иллюзиями или быть в мишуре иллюзий. То есть откажитесь от ложных представлений. Потому что если вы не сделаете этого сейчас, потом это будет сделать намного сложнее и будет очень больно. Особенно это касается сферы личных взаимоотношений. Поэтому в Адолее, ну, карты вам соведали. Конечно, как вам поступать, решать только вам. Вот таким у вас вышел расклад на август месяц. Не совсем позитивный, но тем не менее, как говорят у нас на Украине, шумаемо-темаемо. Для тех, кто хочет получить индивидуальные расклады на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну, а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok